Супер, всем привет! Сегодня будем говорить о NestJS. Давайте начнем обо мне сразу, скажу, кто я такой и вообще чем занимаюсь. Я технический лидер в компании SoftServe, в принципе, уже больше года на этой позиции. И все окей у меня получается. На фронт-энд на англаре, бэкэнд на пайтоне. В свободное время я пилю что-то на Node.js, в принципе, так как интересен JavaScript бэкэнд именно. Поэтому так все это. А, кстати, на фотке это Дуглас Крокфорд, создатель Джейсона. Он очень топит за функциональное программирование, поэтому сегодня будем говорить о TypeScript. И пусть он просто смотрит. Он не очень любит TypeScript, потому что он немного отходит от функциональной парадигмы. Но с этим мы тоже разберемся сегодня. Я ментор в IT-Академии. Вообще, IT-Академия меня вдохновила сделать этот доклад, потому что ребята, в принципе, пришли с улицы, грубо говоря. И юзая англар и NestJS, они сделали полноценную оплекуху, которая очень круто работала. Там они, кстати, знакомы сделали. Такого плана. Вот. Я также интервью ребят в софтсерф тоже. И ноддеров, и юайщиков. Поэтому это очень крутая штука. Узнать что-то новое можно всегда от них. Ну, каждый раз, когда говоришь с новым человеком, все время что-то новое узнаешь, как бы держишь себя на плаву всех технологий такого плана. А меня слышно, правда? А то я тут рассказываю. Рассказываю. Спасибо. Вот. Я верю, что вообще JavaScript можно захватить всю галактику. Вот. И быть везде. И у всех. Вот. Поэтому такого плана. Вот. Но еще я люблю настолки и крафтовое пиво. Поэтому, кто в Киеве, можете со мной скооперироваться и куда-то сходить. Вот. Супер. Значит, что такое Nest? Ну, примерно вот картинка, да, чтобы понимать, что это гнездо. Вот. На самом деле, вот мы типа птенцы, когда начинаем с ним работать. И Nest нам помогает очень сильно. В том, что вот как гнездо у нас сохраняет от внешних факторов всех и говорит, куда нам идти, куда нам расти и чем нам двигаться. Значит, очень легко сравнить на Nest'е можно. Очень легко свичнуться, да, будь то Angular, например, там, с Python, в принципе, вообще я там вижу с пасками, еще чем-то. Вот. Ну, такого плана. В принципе, он находится сверху, да, экспресса и сокет.io. По сути, да, он поверх них написан. Об этом я чуть позже расскажу. То бишь, можно использовать функционал как экспресса, так и сокет.io. Вот. И, ну, использую TypeScript. Для тех, кто любит TypeScript, как бы, я еще не буду рассказывать о преимуществах TypeScript, но, как бы, мне нравится, что он его использует. Поэтому, вот, это круто. Очень реально крутая документашка есть. Там позже ссылочки будут все. Там очень круто все описано. Как сделать, как Get Started сделать, там, как вообще какой-то пример обликухи сразу уже тестовой, да, там, ну, и такого плана. Вот. Ну, и доказано студентами Академии то, что это, как бы, реально можно прийти с нуля, быстро его выучить, там, и уже педалить на нем какие-то проекты классные. Вот. Собственно, это Nest. Ну, нам, когда я делал доклад где-то месяца, наверное, 2-3 назад, там 5200 было звезд, сейчас там уже 7300. Я вот только что зашел, перечетал. Вот. В принципе, что говорит о хорошем росте, ну, популярности этого фреймрака вообще. Вот. Это создатель, Камил Мишливец, он поляк. Вот. Я поэтому могу ошибиться с его именем или фамилией, но не суть. Вот. Он, кроме Nest'а, можно посмотреть, сделал еще кучу других приколов, да, вот, типа TypeScript Starter для тех, кто хочет, там, ну, с нуля, там, проект какой-то маленький поднять. Там уже все есть, да. Есть доки для любителей посложнее, да, есть там GraphQL, например, CQRS, такие штуки, да, ну, и интеграция со Swagger, в принципе, у него тоже есть. Вот. И документаж примерно вот так вот выглядит. Как вы видите, тут очень много всего есть. Там ниже еще, я же говорю, типа там, типа best practices, рецепты, там какие-то советы от самого создателя, как лучше все юзать. У нас все ссылки будут, вот. И, в принципе, на этом все, но не все, потому что я знаю, что так все это рассказать, и это, конечно, хорошо, но мало кто из вас зайдет посмотреть, поэтому я постараюсь вам еще все-таки донести какие-то основные концепты этого Nest'а, да, на чем он построен и так далее. Супер. Давайте начнем. Вот так, собственно, выглядит обычный Bootstrap Nest'ового аппликашена, да, вот. Чем-то похоже на Express, в принципе, да, но у нас есть какой-то application модуль, в принципе. Вот. И, наверное, многие из вас спрашивают, что это application модуль, вот, выглядит, например, вот так, он себе будет, например, содержать DB модуль и юзер модуль, да. Дальше, в принципе, модуль выглядит примерно вот так вот на сете, вот так вот он, наверное, выглядит в Angular, то бишь, в принципе, это практически одно и то же. Ну, то бишь, сама сузина стабула в том, чтобы сделать максимально похожее приложение, да, на бэкэнде, вот, ну, максимально похожее на Angular с его модульной структурой, с его декораторами и с его инжектами, ну, и так далее, в принципе. То бишь, здесь можно увидеть то, что они реально похожи. Вот. Есть немного всяких, конечно, разбежностей, которые были, когда еще я работал с Nest'ом. Там, например, controllers – это declarations, там, modules – это imports, components – это providers, вот, ну, и еще пачка других, которые, в принципе, все инжекты были в Angular. Но, в принципе, это было больно, я вам скажу. Но сейчас я попробовал пятую версию, в принципе, и в пятой версии все вот эти декораторы привели в соответствие к Angular'ским декораторам, то бишь, тут полное соответствие уже, то бишь, если вы свечите с Angular'а, то никаких вопросов нет, чтобы сразу сесть и юзать весь функционал на ста, по сути. Вот. Ну, давайте рассмотрим подробнее модель, да, как у нас выглядит вообще модель, да, на бэкэнде какой-то API'шки, например. Да, у нас есть контроллер, у нас есть сервис, есть репозиторий и база данных, к примеру. Вот. Ну, давайте рассмотрим, что происходит, да, вот, например, у нас это контроллер. Здесь мы юзаем декоратор-контроллер-юзерс, например, который говорит, что по url.slash-юзерс будет вот этот контроллер в нашей сеть. Ну, собственно, декоратор get будет обрабатывать get-запрос на slash-юзерс, который, по сути, отдаст какой-то, ну, какой-то набор юзеров, например, обратиться к нашему сервису, да, сделать там find all, я отдаст и все. Вот. Можно также юзать всякие переменные, например, да, это был get-list, например, если нам нужно сделать get по id-шнику, мы можем юзать декоратор в параметрах метода прям, типа param id, вот, и вытягивать так id-шник, чтобы взять одного юзера из всего списка, например. Вот. Ну, также юзая декоратор get, да, просто указывая, что у нас будут какие-то параметры. Вот. Ну, и, в принципе, можем юзать также, это были параметры, да, из url, также можем юзать body параметры, в принципе. Для этого мы просто юзать здесь декоратор body, да, если мы постим, например, нового юзера, чтобы его сохранить, мы можем через декоратор body достать всего юзера и, собственно, сохранить его. Вот. Так, к примеру, выглядит контроллер, и, в принципе, здесь ничего сложного нет. Супер. Давайте перейдем дальше, потому что вот то, что у нас на картинке сервис, в NIST это называется component, вот, и вообще, по-хорошему, это настоящий контроллер, да, как у нас в бизнес-логике там находится. Вот. Ну, собственно, выглядит так этот, я вот назвал даже в юзер-сервис, да, по NIST он component. Здесь, собственно, мы инжетим, например, какой-то юзер-репозиторий и с ним, собственно, работаем. То бишь, вот эти вот все декораторы типа inject-репозиторий, это провайдит такая штучка, как type.oram, насколько я помню. Вот, да. И, собственно, type.oram это еще одна крутая вещь, которая, в принципе, на TypeScript, ну, легко ставится на TypeScript, что-то типа, может быть, того же SQLizer, да. Да, здесь мы просто описываем модельки, юзай-декораторы, можем указывать, вот, допустим, entity, да, это будет название нашей табличи, грубо говоря. И, в принципе, через декораторы, вот, например, там, parameter generated column, да, это ID-шник, там, через обычные колумны. И связи мы можем просто указать модель, допустим, того же юзера. Ну, вот, допустим, one-to-many связь, да, и мы просто описываем такой же order, описываем обратную связь, и, в принципе, у нас все связано, все красиво работает. Также можно передавать кастомные типы, например, по-зрестовски, да, типа, батя для фото, да, такого нет понятия, как бы, в стандартных, поэтому можно просто задать в декораторе колумны, и все будет окей. Вот, собственно, после этого у нас уже есть какая-то сущность, например, юзер, да, и у нас была такая штука engine-репозиторий. TypeScript умеет автоматически конфигурировать репозитории, в принципе, с этих моделях. Ну, при желании их можно переписать, то бишь, ну, мы вставим какой-то автосгенерированный и будем использовать, вот. И, в принципе, структура очень круто выглядит, вот, потому что, в принципе, у нас есть все, там, допустим, моделька, там, контроллер, да, который вьюха, по сути, сервис, там, ящики-то валидаторы туда засунул, например, вот, и все, и, как бы, вот, это у нас вся вьюха юзеров. Все, типа, следующая вьюха уже будет, там, в отдельной папке, например, и будет, например, такого уже типа, то бишь, у нас нет всякого такого разброса на структуре или чего-то, или еще страшного очень. Вот, собственно, ну, и, как скажут мне какие-то, допустим, эксперты бэкэнда, да, которые пишут на Node.js уже давно и юзают экспресс, которым уже лет 10, вот. Вот, они скажут, что они не хотят, во-первых, переписывать экспресс-приложение, да, на Nest. Они спросят, да, как же middleware, ну, все писали на middleware, и что делать без них, вот, ну, и по поводу, там, сокетов и GraphQL, например, да, если что-то хочется посложнее. Давайте попробуем по очереди ответить на эти вопросы. По сути, что такое middleware, да, это, ну, у нас есть, допустим, клиент и контроллер, да, который, по сути, дает ответ. Ну, и middleware где-то будет между этим всем находиться. В принципе, в концепт Nest'а он не совсем вписывается, потому что у нас куча декораторов, да, но давайте посмотрим, как это все можно вписать, в принципе. Вот, то бишь, да, еще хочу добавить то, что, в принципе, в любом методе контроллера в Nest'е мы можем юзать так же, как это было и в экспрессе, наш любимый Recrease и Next, по сути, опять-таки, юзая декораторы, да, ну, и это просто для сравнения, как это выглядит на Nest'е, мы можем делать, да, как это мы делали на своем экспрессе, например. Вот, потому что два одинаковых метода просто показал то, что, в чем разница вообще между там кодом и так далее. Вот, и, собственно, что такое middleware? В Nest'е middleware выглядит вот так вот ужасно, и зачем тут нужно сделать целый класс, имплементить интерфейс, имплементить метод resolve, и который просто возвращает функцию, да, но если вспомним, да, экспресс, то middleware это и есть чистая функция. И я не понимаю, почему так сложно, в принципе, это делать. Ну, вот так можно зарегистрировать этот middleware. Но я вот не понимаю, зачем так сложно его объявлять. И сам Камил Мишливец писал то, что вы можете объявить middleware обычной функцией, а почему вы так, ну, вы так можете сделать, но он делает просто, он как бы OP-подход уже правил, поэтому он его и придерживался. В принципе, что это нам дает? Нам дает то, что, в принципе, вот так вот регистрируя middleware, мы можем регистрировать middleware, которые у нас были заимплеменчены в каких-нибудь экспресс-аппликейшенах, да, в которых у нас был какой-то проект, то есть написано на экспрессе. Мы хотим добавить пару вьюх на каком-то модном фреймворке, берем Nest, пилим пару вьюх, например, и нам нужно какие-то middleware перевязать, нужно не хотим дублировать код. Ну, мы можем просто экспресс свой middleware вот так вот зарегать в Nest-аппликейшене, и он будет работать, ну, потому что Nest, я напомню, поверх экспресса написано, то бишь любые экспрессовые middleware в нем будут работать. Также Nest предоставляет свои типы middleware, которые называют, это, в первую очередь, гварды, ну, которые банально там что-то чекают, например, вот так, например, выглядит описание гварды, то бишь здесь мы можем прочекать session ID, там, если все плохо, то развернуть пользователя и сказать, у тебя нет доступа сюда, ну, или такого плана что-то. Да, ну, вот, просто пример, как описывается session guard этот вот, ну, и как его юзать, здесь тоже все через декораторы, то бишь просто use guard и вот этот session guard, который мы описали. Вот, это неплохо уже вроде выглядит. Есть такая штука, как пайпы, вот, где тоже там, как и middleware, находится, естественно. Вот, пайп такая штука, которая валидирует наши, допустим, входные данные, да, вот так тоже он сложно описывается, ну, как сложно, конечно, мы привыкли, все окей вроде, вот, ну, примерно так он описывается, я уверен, его можно писать и проще, там, допустим, юзать тоже те же чистые функции, но, в принципе, окей. И примерно вот так будет выглядеть, да, это в коде, то бишь мы берем наш айтишник, указываем то, что у нас есть пайп, вот наш парсинт пайп, и, в принципе, вот оно провалидирует то, что айтишка пришла интом, а не какими-то буквами или еще чем-то, вот, в принципе, такого плана. Также можно юзать это на весь, допустим, метод, ну, в общем, эти все декораторы, они очень гибкие, их можно юзать как и на параметры, так и на методы, так и вообще на весь контроль, наверное, в целом. И вот можно сделать, на самом деле, еще кастомные декораторы, да, вот, например, если посмотреть, как работает декоратор бадди, который достает из тела запроса какую-то инфу о юзере, там, и так далее, да, то давайте попробуем его описать, вот так бы, примерно, видел кастомный декоратор, то бишь, это просто какая-то функция, которая работает, опять-таки, с реквестом, да, как старые добрые, там, экспрессовые времена, и просто что-то с ним делает и возвращает, ну, и такого плана. То бишь, он просто берет дату, реквест достает, там, короче, бодис в реквесте, и вот так вот свои декораторы можно кастомные объявлять, то бишь, что угодно можно сделать, там, можно там, my buddy сделать и так далее. В принципе, это тоже, ну, как, не, очень-то неплохо. И, ну, сокеты выглядят примерно тоже вот так вот, они очень похожи на описание контроллеров, например, да, которые мы вешаем, да, на наши, там, rescue-хи, вот. Тут также есть декораторы типа WebSocket Gateway, там, и все, мы можем сабскрайбиться на какие-то месседжи, ну, и метод это просто будет при этом месседже отрабатывать. В общем, тут тоже ничего сложного нету, просто тоже все на декораторах и похоже, в принципе, на концептор REST контроллера. Просто не буду долго рассказывать ничего. Вот, и я надеюсь, наши эксперты все-таки поверили, что это круче, чем экспресс, может быть. Вот, и давайте попробуем подвести какие-то плюсы, может, потому что, во-первых, это декларативное программирование, ну, юзание вообще декораторов, это круто. Вот, мне они тоже очень нравятся, но здесь тоже надо знать меру, потому что если юзать их бездумно и надо создавать своих кастомных еще, то контроллеры могут превращаться просто в набор, там, 10 декораторов, метод в одну строчку, 20 декораторов, метод в две строчки, и это будет не очень круто выглядеть, вот. Поэтому надо в этом занять какую-то меру, но вообще сама фича декораторов, она выглядит реально круто и более для понимания кода классно. Вот, легкая миграция с экспресса, потому что можно оставить ваше экспресс-приложение, новые модули пилить на НСТ, например, и юзать ту же инфраструктуру экспресса, которую вы юзали, и все будет работать отлично. Вот, просто у вас там новый модуль уже будет на НСТ писаться. Вот, в принципе, он похож на Angular, то бишь, если проект, допустим, на фронт-энде юзается Angular, там, то это очень будет круто, фронт-энд девелоперы вообще будут в восторге, да, если там у вас какое-то разделение, а если это вы в фулт-стаг, допустим, девелоперы, то вообще очень круто писать на Angular, ПУС МСТ, все очень похоже, в принципе, все в одном стиле, и можно даже помучиться будет над переиспользованием чего-то, да, потому что у нас там Тепскрид, а тут Тепскрид, в общем, тут просто бесконечное поле для фантазии еще. Вот, очень простой рест в виде, да, как бы задать контроллер там очень легко, сразу можно там за две минуты написать уже что-то, что будет работать и обрабатывать там все, что нужно по какие-то крут операции, например. Вот, в принципе, здесь довольно простые сокеты, вот я с ними, конечно, глубоко не игрался, но на уровне там подписаться на месседжи, что-то там по субмите туда, в принципе, выглядит все просто. Вот, до GraphQL я еще тоже не добрался, в принципе, но есть реализация от самого создателя, поэтому я думаю, с этим все круто будет. Вот, ой, я что-то не думаю, нажал, вот, супер. Есть такая штука, как CQRS, я туда тоже не добрался, но это как типа segregation запросов, да, то бишь на чтение там одни сервисы работают, ну, из базы, например, да, на процессинг какой-то данных другие, но это тоже для темы весь CQRS. Вот, есть интеграция родная у него с Mongoose, TypeORM и SQLize, в принципе, да, я вот выбрал TypeORM, что я показывал на презентации, в принципе, что SQLize, что Mongoose отлично работает, также с Nest'ом, также можно тоже подключать все вот эти вот для моделей декораторы, всю такую штуку. Вот, выглядит очень круто. Есть награжка со Swagger, да, очень простые микросервисы идут из коробки, да, ну, то бишь, понятное дело, сейчас мы заворачиваем все свои микросервисы, допустим, в какие-нибудь докеры, деплоим это все, но, в принципе, если хочется просто поиграться с этим, то вот в самом начале, там, где мы бутстрапали наш Аппликейшн, можно просто бутстрапать микросервис, у самого этого места есть такая штука, как, ну, это как, получается, фиша самого места, да, то бишь, можно регистрировать этот микросервис, указывать протокол общения, например, у него там есть родные драйвера, ну, для еще таких штук, по-моему, как Redis, RabbitMQ, типа, вот, через который можно общаться, можно общаться просто через его родной протокол, там, что-то над HTTP у него там свое более кастомизированное написано еще, вот, в принципе, тут уже, как вам больше нравится, ну, если охота не проиграться, в принципе, так мы можем тоже делать, вот, и вот как-то так, то бишь, вот, можем ли это юзать мы сейчас, или юзал бы я в продакшене, в продакшене пока, наверное, я не юзал, потому что, пока я готовил доклад, там уже катая версия вышла, которая я вам сказал, что там все поменялось, сделали все, как вам было, например, и, в принципе, все очень быстро меняется, но я верю в то, что через какое-то время там все-таки уже все устаканится, такая комьюнити растет, и нельзя уже будет делать такие приколы, типа, как депликейти, да, там, какие-то прошлые версии, ну, ломать вообще как раз компатибилити и так далее, то бишь, комьюнити растет очень быстро, в принципе, какие-то вопросы у меня были, там, на StackworkFloy, я даже находил, в принципе, на них толковый ответ и так далее, в принципе, плюс на самом гите его, да, там заводится ищу, они быстро фиксаются, с этим все окей, в принципе, в недалеком будущем я бы его, наверное, использовал где-то уже, вот, ну, как бы, а пока, я думаю, к нему надо просто присматриваться, вот, и смотреть, потому что, как бы, это тоже прикольно, для любителей ТЭП-скита это живет очень сильно, вот, ну, и тем просто, кому надоело, там, писать на Экспрессе, потому что, на самом деле, Экспресс больше всего нравится, да, всех других фреймворков, ну, я, как бы, наверное, было понятно, я не буду говорить про все остальные, вот, но, то бишь, когда-то Экспресс все-таки должен уйти, и отдать первенство к другому фреймворку, поэтому я присматривался к месту, к TypeScript, потому что, ну, как мы видим, вот, допустим, Анхуар на TypeScript, где-то, ну, половина лидерства у него есть, да, вот, как к этим, по кенту, по пулям, вот, поэтому спасибо всем за то, что слушали меня, вот, здесь всякие ссылки есть, вот, на TypeScript, на Наст, и на проект «Ребята из IT-Академии», вот, и это, по-моему, конец, все, есть фотки, вопросы, может, было круто, я бы отвечал. Есть. Какое самое большое приложение ты, или самое сложное на Насте написано? Если такое есть. Потому что я так не смотрел, да, то бишь, для себя, это я какие-то предпроекты писал, и Академия тоже там писали сайты знакомств, то бишь, ну, что ему где сказать, там самое сложное, не знаю, он, типа, поверх экспресса идет, экспресс, в принципе, хорошо работает на каких-то больших приложениях и так далее, поэтому я, ну, не сомневался в этом, но я не могу, что я вот четко там сделал что-то, и я могу похвастаться. Понял. Понял, это, наверное, был мой второй вопрос. То, что экспресс работает надежно, вроде как уже, типа, удостоверились, это старая штука проверенная. Просто хотел узнать, это теперь новый слой абстракции, типа, над экспрессом, в виде TypeScript'а с англорфскими штуками и так далее. И чем больше абстракции, тем круче, легче писать, тем, типа, хуже становится перформанс. Было интересно, никто ли не замечал, не проверял, то есть, насколько оно быстрее, медленнее работает, потому что об этом как-то все молчат обычно. Ну, нет, ну, таких у меня не было прям, хейлот может стоять на перформансе, или что такое, но, в принципе, замечено, ничего такого плохого не было. в принципе, какие-то запросы в базу, из базы что-то поработать с данными, отдать, какой-то файлик записать, отдать какой-то стрим, в принципе, вообще не было ничего страшного. потому что, всего-то там собирает этот TypeScript в JavaScript, и там просто, ну, чуть-чуть просто дольше будет экспресс выполняться, скорее всего, и все. Понял. И еще один вопрос, последний, то, что ты говорил, что, типа, можно микросервисы делать, типа, мы их раньше запускали в Docker, как здесь они, как они здесь работают? Это, типа, отдельные процессы, или как это выглядит? Да, да, но тут просто можно описывать то, что приложение сразу не идет, типа, прямо в токен, да, как там в самом начале было, типа, там просто указывается, что это микросервис, да, у тебя в отдельном процессе просто работает процесс, но Нест понимает то, что это, как бы, у тебя микросервис, а не полноценный там моногик, и он, получается, там, у него есть конфиг всего, типа, там, общение с другими и так далее, то бишь, можно взять какие-то кастомные протоколы, да, и так далее. А если микросервис свалится, он повлияет на приложение, или ты не знаешь такого? Я так не стоял, но я думаю, все равно надо взять, какую-нибудь штуку, типа, для, все-таки, мониторинга. Наверное, тут такого нет встроенного, но я не видел, по крайней мере. Ну, понял, хорошо. У меня еще много вопросов, но я дам другим позадавать. Супер, спасибо. у меня вот есть вопрос был насчет микросервисов, как раз, потому что это к чему, последнее к чему дошел, то, что у меня, к сожалению, не работало. И пример, который есть у них, в Несте, это, как мне показалось, это просто пример, что, вот, ребят, смотрите, оно работает, но это на самом деле далеко не микросервис. Я очень долго пытался найти, то есть, вот, как бы, true микросервис, в том плане, что если у меня микросервис лег, то основное приложение не будет ложиться. И я в итоге нашел у парня какого-то, на гитхабе, пример, там, где был совершенно другой конфиг, которого не было ни там, ни в доке, нигде. И в итоге, как бы, у меня был вопрос, а что вот это у них за микросервис, который они описывают в примере? Окей, я, смотри, я особо не работал с чистыми микросервисами, я же, ну, говорю, я обычно заворачивался в докеры, но фишка под докеры это нормальный ответ, потому что, допустим, там с четвертой версии до пятой много чего поменялось, там банально не успела обновиться дока, и, ну, все может идти не так. Вот, ну, в доке может быть все не так уже, как бы, и, в общем, я тут я, наверное, не подскажу. Соррой. Окей, окей. И у меня есть еще один такой вопрос, когда я там в своем приложении делал аутентификацию, у меня был такой интересный момент, что я в Инстане нашел возможность, например, если вешать на контроллер аутентификацию, там, гуард какой-то, там, GVT подключать, и вот эти все ставить гуарды, то я не нашел возможность получить через декоратор, ну, такой хороший, хороший пример, получить через декоратор не текущего юзера. Именно у Неста. Потом нашел дополнительный пример, там, где у ребят был просто аутс-юзер-декоратор, который сразу в этот, ну, ты на поле на параметры в метод вешал декоратор этот, и он тебе возвращал аутентифицированного юзера, для этого, для этого, по сути, контроллера. То есть, это было удобно для того, чтобы ты там делаешь какую-нибудь там крутую операцию, и тебе нужно знать, что это за пользователь делает эту крутую операцию, из этого декоратора можно доставать текущего пользователя. Ну, я скажу, я в своем опыте писал просто свой кастомный декоратор, который у меня брал юзера, там, я не помню, мы уже паспорт, по-моему, вязали под капотом, или что еще, для менеджмента, ну, этих сессий, всю штуку, вот, но я тоже писал кастомный, там, такой штуки не было. Угу, спасибо. Еще вопросы, Вячес? Тогда, спасибо всем за время, за внимание, было круто вам все это рассказать, вот, если что, я, как бы, работаю в сервере, будут вопросы, можно писать. Вячеслав, спасибо.